Добрый день на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Кранплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. В реестр резидентов территории опережающего развития Башкортостана включили две компании. Суммарно они вложат в новое производство 93 миллиона рублей. Свои проекты инвесторы реализуют в Билибее и Нефтекамске, сообщили Министерстве экономического развития и инвестиционной политики республики. На предприятиях суммарно будет создано 51 рабочее место. Стройснабмастер запустит производство по изготовлению железобетонных изделий в Билибее. Это позволит бесперебойно снабжать плитами и сваями строительную отрасль республики. Стоимость проекта составляет 90 миллионов рублей. Его планируется реализовать до 2027 года. На предприятии появится 41 рабочее место. 3 миллиона рублей направит компания Коматрон на создание в Нефтекамске нового производства компрессорного оборудования. На предприятии появится 10 рабочих мест. Производство планируется запустить в 2024 году. Производители меда Башкортостана предложили создать федеральный центр пчеловодства. По их мнению, это позволит выйти на новые рынки сбыта и упростит получение господдержки. Кроме того, новая структура позволит привлекать профессиональные лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга, которых нет в Башкортостане, для оценки качества меда. Обычно этого требуют покупатели продукции из стран Евросоюза. Также в рамках федерального центра бизнесмены смогут обмениваться знаниями, привлекать партнеров, подбирать себе компетентных сотрудников. Кроме того, центр возьмет на себя работу по анализу законопроектов в сфере пчеловодства и вносить свои предложения по регулированию рынка. Мы должны выходить именно на комплексный подход по созданию, во-первых, научного базиса. То есть это технологии производства медов, это технологии воспроизводства биоматериала, это научный базис под маркетинговой основой. Поэтому создание отрасли, понимаете, как раз-таки дает возможность гарантированного сбыта, формирования устойчивой гарантированной цены. Содействие в создании новой структуры пчеловодам окажут в Евразийском экономическом центре. Он возьмет на себя инновационную составляющую проекта. В Уфе представители туристических организаций посетили несколько промышленных предприятий города. Экскурсия прошла в рамках реализации проекта по развитию в городе промышленного туризма. Представители туристического рынка побывали в индустриальном парке «Промцентр» в Шакше и в цехе ресторана «Сыровар». Участники обсудили возможность организации таких туров для гостей, а также возможную программу экскурсий. Для разработки туров уже у нас организованы ознакомительные туры по предприятиям города. На сегодняшний день достигнута предварительная договоренность с 12 предприятиями города по поводу участия непосредственно в программе промышленного туризма. И вот по словам разработчика промышленных туров и автора методических рекомендаций Сергея Рыжова, промышленный туризм развивается практически на всей территории страны. Эта практика реализуется сейчас в 20 регионах. Там решают задачи по профориентации, обмену опыта между специалистами, организации бизнес-миссий, повышению инвестиционной привлекательности территории. Республика Башкортостан одна из первых вступила в этот проект. Было подписано соглашение между нашей организацией и агентством стратегических инициатив по внедрению методологии. На сегодняшний день у каждого региона есть возможность заявить этот уникальный туристический продукт, привлечь к себе новые целевые аудитории. Это как и бизнес-группы, так и туристов, которые хотят познакомиться с региональными предприятиями. Как рассказали в Уфимской мэрии, на сегодняшний день разработан проект программы развития промышленного туризма на территории города, участниками которой станут промышленные предприятия, индустриальные парки, технопарки, турфирмы, образовательные учреждения, а также общественные организации. Свыше 11,5 миллиардов рублей составил консолидированный бюджет отрасли культуры в 2020 году. А доля расходов на нее в республике была равна почти 4%. На 1,5% ниже, чем в 2019. Это связано с отменой многих мероприятий из-за пандемии, сообщили в региональном министерстве культуры. Зато средняя заработная плата работников отрасли выросла на 3,3% и составила 33 тысячи рублей. По муниципальным учреждениям среднее жалование достигло 28 тысяч рублей, по образовательным учреждениям без малого 35 тысяч, государственным учреждениям свыше 43 тысяч 600 рублей. На 2021 год уже привлечено 279 миллионов рублей. И привлечение средств еще продолжается, так как не все конкурсы завершены. В том числе в рамках нацпроекта «Культура» привлечено более 171 миллиона рублей. На его реализацию на текущий год республике выделено более 1 миллиарда 60 миллионов рублей, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК.